Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео вы узнаете историю создания Дэйзи. Вы узнаете, кому в голову пришла идея создания данной концепции и как все начиналось. 3 марта в Дубае собрались три человека, стоявшие у истоков проекта Дэйзи. Это Эдвард Хемчан, Илья Манин и Джереми Рома. Перед тем, как провести презентацию, они поделились впечатлениями и воспоминаниями о том, как зарождалась концепция Дэйзи и как все начиналось. Продолжение следует... Эдвард и Илья, мы с вами обсуждали, как вообще зародилась концепция Дэйзи. Как все начиналось. Интересно проанализировать, какой путь мы прошли на данный момент. Как мы объединились все вместе. Анна Беккер, Эндотек, много лидеров из разных стран. Эдвард, у тебя есть опыт трейдинга. Ты сотрудничал с технологическими компаниями. Ты также успешно занимаешься традиционным бизнесом. И вот ты познакомился с Эндотек. Расскажи, пожалуйста, как это произошло. Когда ты увидел Эндотек, ты сказал, что мы можем распространить эту концепцию на весь мир. И с помощью этой технологии мы можем заработать миллиарды. Расскажи нам об этом. Да, это вообще интересно. Я на протяжении нескольких лет искал что-то типа Эндотек. Я изучил несколько компаний, чтобы предложить их моей команде. Я помню, когда мы впервые созвонились с Адамом Рубином, вице-президентом Эндотек по продажам. Мы вместе смотрели отчеты по торговле. Я уже знал, что это реальная торговля. Хотя мы не смотрели отчет на бирже Binance, мы просто смотрели сайт Эндотек. И когда я увидел эту отчетность, я сказал, Адам, если вы сделаете хотя бы 50% от того, что я здесь вижу, мы можем привлечь на вашу платформу миллиарды долларов. Но нужно было внести кое-какие изменения, поскольку Эндотек работал больше с крупными корпоративными клиентами типа нас. Они не работали с мелкими инвесторами. Именно с этого все и началось. Мой торговый счет был подключен к их системе уже на протяжении 6 месяцев. И на протяжении этих 6 месяцев я созванивался с Дмитрием Гущиным, с Анной Беккер. И чем больше я общался с ними, тем больше я был впечатлен их работой и их результатами. Я осознал, что этот проект имеет огромный потенциал. И Дмитрий Гущин несколько раз сказал, что есть инвесторы, которые также проявляют интерес к Эндотек. И я сказал, что надо пошевеливаться и действовать быстрее. Когда я изучаю компанию, я всегда хочу убедиться, что это все реально. Я встречаюсь с руководством лицом к лицу. Я приехал к ним в офис. И когда мы были в офисе с Анной Беккер, Дмитрием Гущиным и Адамом Рубиным, у меня был момент, когда я сказал сам себе, «Вау! Я понял, что с этой компанией мы можем сотрудничать на долгосрочной основе. И со временем она может вырасти во что-то огромное». И когда я вернулся, я связался с Ильей, я связался с тобой, и помню, как вы оба загорелись этой идеей. Мы вместе много раз созванивались вместе с Эндотек. И мы с вами отдельно созванивались, начали обсуждать маркетинг, высказывать разные идеи, как можно сделать то или это. Я помню, как ты открыл ноутбук и показал мне, что такое смарт-контракты. И я подумал, действительно, почему бы не сделать маркетинг на смарт-контрактах. И тут как раз подключился Илья, и мы подумали, что нужно сотрудничать и разрабатывать систему совместно. Я помню, как мы первый раз созванивались втроем, и ты, Джереми, высказал свою идею относительно смарт-контрактов. И я сразу же ухватил суть. Мы уже знали, что такое смарт-контракты, но никогда с ними не работали. И мы знаем, что смарт-контракты сейчас в тренде. Но мы не думали, чтобы воплотить это на практике. И поскольку такого еще никто не делал, мы решили взяться за это. Делать что-то впервые сложно, но всегда приятно. То, что ты сказал, Илья, в этом суть Дейзи. Наша концепция привлекла мощных лидеров, потому что мы пионеры. Мы делаем то, что не делал никто до нас. Рынок как раз ждет чего-то нового, чего еще не было раньше, чего-то реального. Я помню, как я позвонил Эдварду и сказал, это то, что нам нужно. Серьезно. Сначала мы хотели применить более традиционную модель с лицензиями и так далее. Да, это можно было бы сделать, но тогда развитие происходило бы намного медленнее. Но со смарт-контрактами мы увидели, что они могут творить чудеса. Здесь надо понимать, что начиналось все не со смарт-контрактов, а с Эндотек. Эндотек обеспечил нам необходимый фундамент, основу бизнеса. Мы не рассуждали так, о, а давайте сделаем смарт-контракт. Цель была не в этом. Мы хотели взять что-то реальное, например, удивительный искусственный интеллект, разработанный Анной Беккер, и продвинуть его во всем мире. И Анна Беккер поделилась с нами своим видением, как она видит будущее развития Дейзи. И вот так появилась идея краудфандинга. У нас есть отличный продукт в виде искусственного интеллекта, но, кроме этого, мы можем предложить большому количеству людей стать акционерами компании. Это уже совсем другой уровень, совсем другой масштаб. Мы знаем, что Эндотек в каком-то смысле как единорог, уникальная компания. Это можно сравнить с технологическим гигантом в сфере искусственного интеллекта. И обычный человек может стать совладельцем этого, акционером этой компании, поучаствовать в финансировании проекта и получать с этого свою прибыль. И когда мы соединяем все эти элементы, смарт-контракт, действующий полностью прозрачно, и возможность участвовать в краудфандинге, такого мощного проекта, как Эндотек, плюс искусственный интеллект, который работает уже сейчас, Можно однозначно сказать, что такого еще никто не делал. И то, что мы сделали на данный момент, невозможно скопировать все элементы сразу. В этом есть плюс, потому что сейчас у нас технический перерыв, можно сказать. Нам пришлось полностью переделать платформу, но поставленная цель стоит усилий. Все те преимущества, что мы перечислили, стоят затрат. Мы не собираемся создавать компанию, которая поработает какое-то время и закроется. Наша цель – создать финтек-компанию, которая будет работать десятилетиями. И ради этого мы и отправились в это путешествие, так сказать. И когда мы начали думать о том, какие пакеты должны быть, какой маркетинг-план, все это в итоге сложилось в модель, которая имеет огромный потенциал. И наша модель привлекла большое количество других мощных лидеров к нам в команду. Имея команду таких мощных лидеров, весь огромный опыт, которым они обладают, мы можем совершить на рынке что-то действительно невероятное. И мы уже это сделали. Если вы сегодня смотрите нас первый раз, давайте назовем запуск в январе тестовым запуском. За четыре дня, что платформа функционировала, мы сделали такие результаты, что никто и никогда не делал до нас. Еще не было такого MLM-проекта, или краудфандинга, или технологической компании, которые бы совершили что-то подобное. За четыре дня 48 миллионов долларов было привлечено в проект, и 53 тысячи партнеров присоединились. И сейчас мы планируем рестарт, так сказать. Я уверен, что в день, когда мы запустимся, мы побьем даже те результаты, которые у нас были в январе. Я нисколько не сомневаюсь, что Дейзи станет компанией, которая быстрее всех выйдет на товарооборот в миллиард долларов. А у нас еще планируется вторая стадия, третья, четвертая. Для тех, кто смотрит нас в первый раз, еще раз повторю, мы уже в январе за четыре дня побили все возможные рекорды сразу в нескольких индустриях. Когда мы запустимся снова, когда все будет работать слаженно и четко, перед нами откроются действительно безграничные возможности. Я считаю, что мы сейчас запускаем возможность, которой еще не было не только в MLM, но и в других индустриях тоже. И те 53 тысячи человек, которые зарегистрировались, наверняка 90% из них ждут запуска. И для многих это станет возможностью, меняющей их жизнь. С нами сейчас на связи Анна Бейкер, и мы сейчас переходим к презентации, постараясь показать то, что мы создали на данный момент. Большое количество людей еще не слышали о Дейзи. Нужно им рассказать. Хорошо. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничные.